Универсальный формат Появились фотографии ноябрь Удиви! И мы сегодня будем удивлять вас Потому что планов громадьё Мы взяли эту строчку из Маяковского Не просто так Приглашаем уже в ближайшую неделю И не только эту, и следующую Какие-то удивительные мероприятия События в нашем городе традиционно происходят И мы с вами будем сегодня знакомиться С нашими сегодняшними гостями Итак, давайте представлю вам нашего первого гостя Это известный иллюзионист Человек просто волшебник С большой буквы Евгений Каверзин Здравствуйте, Женя Здравствуй, Юля Рассказывай, что интересного ты приготовил Потому что вот этот О тебе говорят уже с лета И ты так вот заманиваешь Заманиваешь своих друзей Поклонников, гостей Всех-всех-всех Такими-то фотографиями Очень интересно что-то там у тебя Да, Юль Это в Самаре будет впервые Я делаю в Самаре спектакль Это иллюзионный спектакль В котором принимает участие Огромное количество разных артистов Нашего города Коллектив «Фэнтези» С которым мы плотно сотрудничаем И с самого лета пошло это сотрудничество И вот оно воплотилось в такой интересный спектакль Я думаю, будет всем интересно Поэтому я рад буду тем, кто придет посмотреть на него Такого в Самаре точно еще не было А как так вдруг решился на то, чтобы шоу сделать? Понятно, выступления на разных праздниках, мероприятиях Это одно А это несколько дней подряд И плюс такой формат действительно шоу Рассказать честно Да Дело в том, что такой опыт у меня Может быть, к сожалению, может быть, к счастью Есть, но есть он не на территории Самары И Самарской области То есть в количестве в большом таком выступал Да, конечно Все вот эти спектакли, фестивали Да чего греха таить За границу ездил с спектаклем Но мне хочется показать Самарю Обидно как-то стало Почему в Самаре, в своем родном городе Я это не показываю И решился, попробовал Это очень тяжело было Необычный опыт, так скажем Когда ты все с нуля Обычно я согласовываю какие-то элементы шоу Элементы спектакля заранее По скайпу Слава богу, интернет развит И уже приезжая на мероприятие За неделю, что я нахожусь в городе Например, там Сургут Хантамансийск Я свожу это мероприятие вместе с режиссером И потом мы делаем это шоу В данный момент мне пришлось делать все с нуля И это организационный вопрос Это огромный опыт Это очень интересно Копилочку себе У нас есть потрясающий режиссер из Сургута Инна Валерьевна Голышева С которой мы постоянно сотрудничаем Она делает настоящую сказку Советую прийти, не пожалеешь Да, друзья, мы сегодня тоже для вас Приготовили пригласительные билеты На это удивительное шоу Чуть-чуть попозже расскажу всю информацию Что нужно будет делать Пока можете задавать свои вопросы По телефону 202-11-22 Нашему гостю И давайте фотографии посмотрим Потому что хочется и вас Немного поинтриговать Вот такой он Да-да-да, в коллективе участвует Порядка Восьми Восьми человек Это все мои братья Мои любимые братья-близнецы Все будет отлично Нет, на самом деле Это такой интересный коллаж Который мы делали Набор костюмов Евгений Разный каждый раз Да, реально Костюм, который будет на мероприятии Он здесь не показан Это наш прекрасный коллектив Девчонки из шоу-балета Famous Fantasy Это вот костюм Евгения Каверзина Нет Это не мой костюм Это интересную роль играет данный персонаж На моем спектакле Это что-то такое фантастическое Это фантастическое Видео Также принимать будут участие Эти прекрасные персонажи Это группа Miracle Они будут сопровождать нас На живом аккомпанементе В некоторых номерах Ну и, соответственно, волшебная конфета Без нее никак Сколько будет длиться спектакль И кому? Вот, может быть, какой-то есть возраст Ограничения по возрасту? Желательно до лет 99 Спектакль рассчитан Но в действительности По времени Из-за того, что спектакль имеет интерактивные моменты Будут моменты, когда все зрители Примут участие в фокусах Непосредственно каждый сидящий в зале Будут те, которым по числе Присутствие Абсолютно точно Будут даже те, которым повезет И выйдут на сцену Поучаствовать в фокусе Поэтому часть номеров Носит интерактивный характер А предсказать точное количество времени Которое потребуется для мероприятия Мы не можем Но я так думаю, что в районе часа Это все и произойдет Всей семьей можно приходить Прекрасно, да Прекрасный выбор, если вся семья придет Это будет интересно как и взрослым Так и детям Даже я не могу судить Кому будет интереснее Взрослым или детям Но ты готовился Какие-то, может быть, новые методы Новые приемы Что-то новое Да, да Очень много интересных новых иллюзионов То есть это не просто поставлено На так называемых Сценических фокусов В спектакле Принимает участие Четыре гранд-иллюзиона То есть это большие Огромные иллюзионы Которые будут принимать участие То есть это огромные масштабы Это неимоверные декорации То есть по последним подсчетам Там десятки газелей Декораций едут с нами То есть это грандиозно будет То есть это не просто Сольное выступление Получается такой масштаб Да, если даже посмотреть Я не говорю нигде Что вот приходите Сольное выступление Евгения Кавердина Я буду вас удивлять И тому подобное Нет Фабрика чудес Будет фабрика сделанная И будет владелец фабрики А дальше вы увидите сами Ну то есть в принципе Получается, что Такого Самара еще От тебя не видела От меня точно нет Мне кажется, вообще не видела И да Чего же греха таить Да Самара такого не видела Обычно все это все-таки сольные какие-то А вот именно настоящий Иллюзионный спектакль Такой вот театр иллюзий Еще у нас не было Ну так что Хорошо Начинаешь Я думаю Удачно Я надеюсь Будут продолжаться Может быть такой раз в год шоу Или там раз Кстати, если Если все получится на Самаре Я думаю, это сделать традиционным То есть вот например Каждую весну Или каждую осень Уже делать какие-то Иллюзионные шоу И возможно Самарский зритель К этому привыкнет Что о А потом фестиваль Да, в общем бы и нет А вот давайте вот Каждую весну У Ковердина Шоу Как рождественские встречи Запишем Запишем Да-да-да С Алла Пугачева Но с Евгением Ковердином будет Понятно Животных никаких не будет? Нет-нет-нет Я по-прежнему Вот когда мы Последний раз Виделись в этой прекрасной студии Я говорил о том Что я Принципиально Не использую животных Ничего не поменялось С тех пор Я по-прежнему Принципиально не использую животных Как я и говорил Я слишком сильно люблю животных Чтобы использовать их в фокусах А что вот в этом чемоданчике? Здесь очень много чудес И кстати Давай я тебе покажу Давай Мы сейчас в прямом эфире Практически друзья телеканала То есть если что-то не получится Переснеемка невозможно будет У нас тут да Да, опять Мой самый любимый аксессуар Который существует Самый популярный Это карта Это обыкновенная колода карт И сейчас вот Я попрошу тебя Вытянуть любую карту Какая тебе понравится Себе оставить? Никому не показывать? Оставь себе ее Конечно Я тебе могу ее подарить И покажи пожалуйста в камеру Чтобы все запомнили ее Та-дам Я отвернусь в другую сторону Чтобы не видеть Всем видно Все запомнили? Да? Все увидели? Отлично Сейчас я сдвигаю карты И ты свою положишь на любую Когда тебе понравится Хорошо Давай Пока эфир не закончился Желательно Да, отлично Накрываем Посмотри Сейчас я хочу сделать одно движение Оно возможно будет заметно Я давно не тренировал этот фокус Если что-то заметишь Ты сразу говори Все Увидела Готова? Да Все Не заметила? Нет Это было очень ловко с моей стороны Посмотри что произошло Мне не пришлось искать твою карту Видите друзья мои Одна карта в колоде сейчас Меняет цвет своей рубашки Я еще раз повторю Мне не пришлось искать твою карту Вот сейчас громко вслух Назови карту которую ты выбрала Громко Восемь пики Восемь пики Друзья мои Восемь пики А по веселу Вот предложение Вот многие раз Давай еще раз попробуем Просто сделать Вот в любой момент Скажи стоп Еще раз тот же самый фокус Стоп Стоп Запомни карту Я покажу в камеру эту карту Есть контакт Накрываю Посмотри Делаю секретное движение Ты его опять не заметила И снова твоя карта Меняет цвет своей рубашки Она становится синей Уважаемые зрители На ваших глазах Карта посинела Нет А, прости Да Друзья мои Карта на ваших глазах Посинела И стала синей Это удивительно Вот такие Что? Нет Уважаемые друзья Дело в том, что я не ошибаюсь Юрий Обрати внимательно Обрати внимательно В свой взгляд на эти карты Ведь единственная синяя карта В этой колоде Она находится под коробочкой Я прошу тебя Покажи всем Единственную синюю карту Она вот под коробочкой Прошу крупный план Прошу, прошу Поднимаем Там Вот он Лежит Синяя карта Да Покажи ее Я не буду Я не буду Этого показывать Все получилось Все получилось Да, ловкость рук И действительно Фабрика чудес От Евгения Ковердина Я думаю, что с большим удовольствием Все вы Обязательно сходите 7-8 ноября Ну вдохновитесь Получите заряд положительных эмоций Невероятные ощущения Я думаю Приятно тоже будет У нас есть телефонный звонок Давайте принимать Алло, здравствуйте Добрый день Добрый, добрый У вас есть вопрос К нашему гостю? Да У меня есть вопрос К Евгению Я хотел бы Во-первых Поприветствовать его Он Очень интересный человек Спасибо Он Присутствовал На моем празднике На семейном Вот А до этого Я присутствовал Он проводил Новогоднюю вечеринку В прошлом году Так У меня вопрос Евгений Будет ли его выступление Какое-нибудь Новогоднее В этом году Ожидается ли А как зовут? Я по голосу Не узнал вас Жень, привет Меня зовут Рафис Это 13 июня Да, Рафис Здравствуй Вот они и встретились Да, вот и встретились Рафис Каких-то шоу Сейчас это в раздумьях Я точно знаю Что на 14 февраля Что на 23 февраля И на 8 марта Есть такие мысли Насчет Нового года Рафис Пока не знаю Но возможно что-то будет Средите в соцсетях И я думаю информация появится Конечно Спасибо большое за вопрос Ну а сейчас Смертельный номер В прямом эфире Иллюзионист Евгений Каверзин Пригласит вас на свое шоу Прямо вам глядя в глаза Женя Работаем на камеру Дорогие друзья Не знаю Получится у меня Наколдовать хорошую погоду В этот день Мы надеемся Но так или иначе Конечно мы надеемся Что все будет хорошо Так или иначе Я приглашаю вас Принять участие Разделить со мной То зрелище Которое будет проходить В звезде 7 и 8 ноября В дни школьных каникул В концертном центре «Звезда» Я буду очень рад вас удивить В свою очередь Я жду от вас Ваших эмоций Приходите Будет волшебно Не пожалеете Ну а мы в свою очередь Объявляем о том Что в наших группах Вконтакте Программа «Универсальный формат» Будет в ближайшее время Объявлен розыгрыш Главным призом которого Станут пригласительные билеты На удивительное шоу «Фабрика чудес» От Евгения Каверзина Следите И за этой информацией тоже Ну а сейчас Я хотела бы вам рассказать Еще об одном мероприятии Называется оно «Барахолка» Прошу фотографию Показать в студию Раз мы говорим О каких-то Удивительных мероприятиях В ноябре Милости просим 4 ноября В холле Торговый центр «Скала» Пройдет осенний маркет На котором можно будет Прибарахлиться И накупить всяких вещиц По дешевке Обещают организаторы Будет продаваться Стильная одежда Книги, украшения Винтаж Предметы искусства Но для тех Кто хочет принять Участие В этой барахолке Нужно придумать Название для своего Поп-ап-магазина Притлать фотографии Трех-пяти предметов На продажу И название Торговой площадки Организатором Всю информацию Можно будет найти В социальных сетях Спасибо За такие вот Ваши Присланные информации О том Что же интересного Ожидается в ноябре Ну а мы Тем временем Ожидаем в ближайшее время Удивительные мероприятия Которые также будут проходить И в музеях И на территории нашей области Все самое интересное впереди От ярких красок Перехватывает дыхание Когда понимаешь Что снято это Более ста лет назад Самарканд Бухара Туркмения И конечно Вся необъятная Россия Цветной фотографией Царская держава Обязаны Сергею Прокудину Горскому Его фотографии В настоящее время Являются Практически Очень исторически ценные Для историков И реставраторов Потому что На основании Эти фотографии Они могут Воссоздать Облик Дореволюционной России Вологодский Душу фотографа Потому что Они сделаны руками В первую очередь Цифровая фотография Она сделана Математикой Здесь есть разница Большая Фотография Это делалось Через три разных Светофильтра Красный, синий, зеленый Подобрать Правильные химические элементы Температуру Выдержку Обработки Честно говоря Ручную С помощью С помощью Вот таких Механизмов Это Например Высота Одновременно С этой Существовала И вот такая Техника Она помещалась Даже в спичечный Коробок Это уникальные Шпионские камеры Одна из которых Вполне могла быть Знаменитого Штирлица Полюбоваться Россией Столетней давности Жители смогут До 16 ноября Ноябрь Удиви Или планов Громадье Так называется Тема нашей Сегодняшней программы Мы работаем В прямом эфире 202 11-22 Рассказываем О том Что же интересного Ожидает всех В ближайшее время В ноябре И вот Пожалуйста С большим удовольствием Хочется вам показать Фотографии Одного Очень известного Такого Способа Влияния на настроение Так называемая Арт-терапия И действительно Арт-терапия В Самаре Запущена Организатор Елена Выше Наталья Суботина Художник Ведущая художественной части Анна Беляева Психолог Еще ведущая Практической части И руководители По совместительству Социально-психологического Центра Негативные чувства Будут как бы Выплеснуты В приемлемой форме Пережиты И изменены И в результате этого Человек чувствует себя Как-то легче Освобожденным От трудных Жизненных ситуаций Это конечно не волшебная палочка Говорят организаторы Которые избавят От всех недугов Но Каждодневный труд Поначалу И через некоторое время Арт-терапия Действительно Немножечко Изменит вашу жизнь Так что Друзья Следите также За новостями В социальных сетях Встреча будет 8 ноября В одном из баров В центре города Так что Наша информация Будет для вас Предоставлена В группе Универсальный формат Формат арт-терапия Я думаю Что для тех Кто к примеру Как-то чувствует себя Не важно этой осенью Лучшее такое вот лекарство Ну а лучшее лекарство Не только арт-терапия Трудотерапия Помощь ближнему своему И вообще Всяческая такая Вот мне кажется Повсеместная В любом случае Деятельность Которая направлена На благо Предлагаю вам Посмотреть на наших гостей Они пришли В удивительных футболках И С большим удовольствием Я вам представлю сейчас их Итак С нами здесь Член общественного совета При УФСКН Российской Федерации По Самарской области Участник проекта Пусть всегда буду я Один из организаторов Его Наталья Копылова Наталья Добрый день И доброволец проекта Пусть всегда буду я Влад Папе Здравствуйте Ну что Наталья Я знаю что у вас тоже В ноябре Что-то масштабное ожидается Да не просто в Самаре Да и в рамках еще области Ну вообще сам проект Он По большей части Именно охватывает Школу области И В этом году Мы в перед веках У нас очень много было Проектов в этом году И вот еще один Будет в Чапаевске 20 ноября И в общем-то Теперь Чапаевских детей Мы порадуем своим присутствием И будем С ними делиться Своим мастерством Покажем Те виды спорта Инновационные Которые у нас В Самаре набирают Популярность И хотим Чтобы они тоже Приобщились К этим видам Спорта и творчества Вот Пока всю область Не объедем Наверное Не остановимся Пока ни одной школы За пределы выходить Давайте посмотрим фотографии Попрошу наверное Наталью рассказать Вообще Как бы вам Дорогие наши зрители Что такое проект Пусть всегда буду я Это фотографии Как раз Крайнего проекта Пусть всегда буду я Который проходил у нас На Красной Глинке Что такое проект Пусть всегда буду я Это Добровольцы Волонтеры Молодые люди Молодые ребята Которые занимаются Какими-то видами спорта Либо творчества И вот эти ребята Они с нами Едут в одну из школ Города или области И мы проводим Мастер-классы Для детей Этой школы И показываем Как интересно Можно проводить Свой досуг Потому что Цель общественного совета Это как раз Приобщение ребят К здоровому образу жизни И не через Занудные лекции Не через занудные лекции Да Почему плохо Те или иные Препараты Употреблять Плохие Вредные привычки А как можно Наоборот С пользой Провести свое Свободное время Через положительные эмоции Скажем так Чтобы временно плохие Какие-то вещи Не оставалось Даже мысли Чтобы на них не было Даже задумываться некогда Об этом было Вот здесь фотографии уже С микрорайона Крутые ключи В котором также мы проводили В сентябре проект Очень большое количество ребят Мы собрали И сколько было положительных отзывов Вот вообще уже более 15 тысяч ребят Прошло через наш проект Мы уже сбились со счету Какое количество школ Мы посетили Только в этом году Шесть раз Проект у нас проходил При том, что Исключительно силами добровольцев Делается сам проект И при поддержке Министерства экономического развития Пробуют свои силы на прочность Ну здесь у нас площадка По армспорту У нас В этом году К нам присоединилась Федерация черлидинга Девчонки Вот первый раз у нас Были на проекте И надеемся Что они останутся Потому что по нашей такой хорошей традиции Те, кто к нам присоединяются Они все наши С нами постоянно Вот Ездят по всем проектам Потому что на самом деле Такой невероятный положительный заряд Когда ты приезжаешь И 100, 200, 300 ребят Смотрят на тебя с распахнутыми глазами И понимаешь, что вот Вот ты приехал И теперь зажег вот в них Такой огонечек любви К тому или иному виду Творчества Какой-то деятельности активной То есть такая Ребят просыпается в них Зарождается такая активная Гражданская позиция А и какая-то обратная Связь статистика Как бы вот Кто, может быть, к вам примкнул Кто Вы приехали, кого-то зажгли И кто-то начал с вами сотрудничать У нас, во-первых, есть ребята Из школ В которые мы посещаем Например, вот опять же Федерация уличной гимнастики Есть у нас По Самарской области Вот, Влад Они больше расскажут Да, сейчас Есть ребята Которые из других школ К нам присоединялись Не именно как участники Которые могут посещать мастер-классы А ребята говорили А вот у нас тоже есть Ребята, которые занимаются Уличной гимнастикой Что вам своих вести? Давайте мы сами Поучаствуем в проекте Мы когда ездили в Комсомольский поселок В Комсомольский Вот Мы тоже показывали Мастер-классы там с ребятами Было сколько? Порядка 100, наверное 150 человек Ребят У нас участвовало И очень большая Была обратная связь То есть мы пообщались с ребятами Они поучаствовали С нами Девушки и парни И в итоге Мы потом Несколько раз Сами уже приезжали туда Без проекта То есть ребята нас звали Приглашали Сами помогали вам Да, то есть Они сами занимаются И с нами общаются И у них была тоже Мысль, идея То, что Развивать уличную гимнастику У себя В поселке Вот И как бы мы поддерживаем Связь до сих пор Общаемся тоже Собираемся еще раз К ним поехать По возможности, конечно Вот И директор школы Тогда поддерживал Очень активно у нас То есть они Ну думаю, что Мы в следующий раз Тоже туда еще съездим И с проектом Я думаю, тоже получится Нам туда съездить Вот И остальных ребят Мы тоже приглашаем То есть участвовать И по возможности С нами ездить То есть это Большой опыт Как организаторский Так и выступление Потому что выступление Вот Ну Работа с молодежью Она тоже Занимает Силы Время Вот И например Для нас Вот Как я вот Чувственная управленца Для меня Тоже это Как бы опыт И работы Организация Да Организация Работа с людьми Работа с детьми Там Заинтересовать И так далее А друзей ты нашел новых? Друзей, да Тоже Тоже самое Комсомольские Мы с ребятами дружим Общаемся Просто даже Не по спорту А просто так Вот Других городах Тоже И в Чапаевске В Чапаевске Мы вроде еще не были Вот Поедем Заведем друзей в Чапаевске Отлично Есть города В которых мы уже Несколько раз были Это Новокубышев Например Мы туда раза 3-4 ездили Там тоже ребят у нас знакомые По Самаре по районам По Самаре по районам У нас много ребят тоже И знакомых И с которыми мы общаемся Тренируемся И так далее Вот То есть обратная связь Большая у нашего проекта И думаю Есть ли социальные сети Группы ВКонтакте? Группы ВКонтакте Есть Общественного совета При УФСКН Там все фотографии мы выкладываем Все анонсы мероприятий делаем Кто хочет присоединиться Могут там Да У нашей федерации есть своя Тоже страничка ВКонтакте И Ну надеемся Что мы сайт скоро сделаем Вот То есть Ребята Мы вас приглашаем Участвовать с нами То есть Там Рассказывать друзьям Я против Вперед Да Ну мы приглашаем всех Участвовать В нашем проекте Присоединяться к нам Заниматься спортом Вести здоровый образ жизни И Не употреблять наркотики Хотя Уже об этом много говорится Лучше просто занимайтесь спортом Ведите здоровый образ жизни И Приобщайтесь Вот К новым видам спорта Наташа Но с твоей стороны Наверное Хочу точно так же попросить тебя Обратиться в камеру Напротив Какая нужна помощь От кого Именно В Чапаевске 20 ноября Дорогие друзья Я Во-первых Приглашаю вас Получить больше информации О проекте Потому что За 10 минут На самом деле Сегодня рассказать Посетите нашу группу В социальных сетях Называется она Группа Общественного совета При управлении ФСКН России по Самарской области И Самое главное Мы приглашаем Абсолютно Всех Ребят И молодежь И взрослых Достаточно Присоединиться к нам Поехать 20 ноября В Чапаевск В школу номер 3 И показать Представить Тот вид деятельности Которым вы занимаетесь Буквально За 2 часа Вы сможете Показать Ребятам Из целой школы Чем вы занимаетесь И возможно Кто-то из них Присоединится И станет Вашим Изномышленником В этом виде спорта Приглашаем Абсолютно всех Не только спорт Но и творчество Спорт и творчество Мастер-классы Кто проводит Тоже Я так понимаю Можно найти тебя Обратиться к тебе Чтобы общее представление было У нас ребята Занимаются Показывают Мастер-классы По капоэре По крутке Казачьей шашки Лучная гимнастика Черлидинг У нас плетение фенечек Лепка из соленого теста У меня даже Мысли кончили Джоли Джампинг У нас был То есть у нас За 4 года проекта Чего только не было Вот И на самом деле Нам еще и еще нужно Потому что Чтобы Больше Развиваться Сохватить этот масштаб Да, Влад Что-то хотел Я хотел еще сказать У нас как партнер Есть приют животных Вот И на наших мероприятиях В добрые руки Отдают Также тоже животных Кто хочет взять Приютить Поэтому Кто хочет себе взять Например котеночка Или щенка Тоже приходите на мероприятия Можете спокойно Познакомиться Там Увидеть Некоторых животных Там Шиншиллы Кролики Зайцы И так далее Обезьянка есть Вот тоже Для детей это очень интересно Познакомиться Посмотреть Вот И если Есть желание Можете себе взять Вот щеночка Там Либо котеночка В добрые руки И вырастить из него Прекрасное животное Друга Друга Да, друга Верного Который вам Отплатит любовью И заботой Так же Вот как Столько много полезных И приятных дел Конечно О них не расскажешь Но Наша цель Заинтересовать вас Чтобы вы так же Куда-то Какую-то ссылку Нашли Открыли Посмотрели Почитали Опять же Обращаем внимание Что все какие-то Интересные записи Появляются у нас В группе Вконтакте С большим удовольствием Делимся и с вами Этой информацией Спасибо вам большое Ребят Впереди у нас Удивительные праздники День рождения Плеозавра В музее Алабина И Ночь искусств О которой говорит Вся культурная Общественная Самара Не переключайтесь Об этом В ближайшее время Смотришь Смотришь с берегов Села Ширяево И кажется Вот-вот На горизонте И вправду Появятся челны Стеньки Разина Как не влюбиться В эти места Улыбается Рамиль Хасанов Инспектор Национального парка Самарская Лука На службе полгода Уже и леса тушил И встречал Сотни гостей Ширяева С города приезжают Они Да, удивляются Удивляются Говорят Мы вот просто Живем Говорят Здесь в России Мы таких Красот не видели Насладиться видами В Ширяево Туристы приезжают Чуть ли не со всей страны Теперь здесь Восстановлен старинный дом Промышленника Ванюшина Будут проводить выставки И творческие встречи Еще год назад Это были руины А перед зданием Появилась русская ладья Как и положено Аборт разбили Бутылку шампанского На удачу Ладья сделана из сосны Это традиционный Корабельный материал На парусах Красное солнышко А на борту Добрый молодцы Они же и строители судна Схема у всех этих Деревянных лодок В принципе одна Это киль, шпангоут И в общем Обшивка Банки Румпель Это все древнее Рядом с ладьей На фестивальной поляне Еще много свободного места Здесь хотят Воссоздать облик Дореволюционного села Построят мельницу, колодец с колесом И русскую печь Помимо печки И мельницы Будут стоять Застава Пушечная Которая будет располагаться Рядом с ладьей Вот на заднем плане Ладья Там же будет застава Еще один символ Ширяева Местные штольни Они дело рук человеческих Уходят вглубь на десятки метров Сто лет назад Здесь добывали известняк А сегодня Туристы отправляются в штольни За впечатлениями И фотографиями Вот только их фонари Тревожат сон летучих мышей Это настоящий мышиный рай Сюда на зимовку Прилетает несколько десятков тысяч Летучих мышей Температура для них Самая комфортная 5-7 градусов Вот только зимовать Мешают назойливые туристы Поэтому в Ширяево Для них открывают Музей летучей мыши Помещение музея Еще готовится Его полностью стилизуют Под штольню Экспонатами его наполнят К открытию В конце ноября Что ж дорогие друзья Пришло время еще разыграть Для вас пригласительный билет На сегодняшний Напомню Повторю И даже подчеркну На сегодняшний спектакль В театре оперы и балета Территория страсти Хочется вам задать вопрос По произведению Какого автора По какому произведению Собственно поставлен Этот спектакль Территория страсти Анастасия Макеева Глеб Матвеичук Александр Балуев Принимают участие В этом спектакле Если есть желание сходить сегодня В понедельник Звоните и отвечайте на мой вопрос Вопрос вы видите на экране Ну а я с большим удовольствием Представляю вам наших Следующих гостей И это люди Тоже искусства Почему нет Их с большим удовольствием Можно и так назвать С нами здесь заведующий Отделом природы Музея имени Алабина Дмитрий Варенов Здравствуйте И заведующий отделом Музейной педагогики Музея имени Алабина Тамара Васильева Здравствуйте 3 ноября В музее Алабина На филиалах музея Это как раз таки Музей Модерна Музей Фрунзе Музей Ленина Пройдут удивительные события Объединенные одним Единым таким вот Смыслом И подачей Это Ночь искусств Тамара Ну давайте Немножечко Ну дорогие друзья Мы конечно рады Всех видеть всегда Только не забывайте У нас 4 здания У нас есть дом Музея Ленина Дом музея Фрунзе У нас есть музей Модерна И конечно же у нас есть Основное здание Музея имени Алабина Что же будет Соответственно Самое начало Самая торжественная часть У нас будет проходить Одновременно В двух домах Это музей Ленина И музей Фрунзе Вы сможете попасть к нам На праздник С 6 вечера до 9 3 ноября 3 ноября Завтра Уже завтра Осталось совсем чуть-чуть Только собраться и прийти А вот следующий этап Это уже будет Основное здание И дом музея Модерна В музей Модерна Вы попадете Так же как в основное здание В 21.00 Закончатся все мероприятия В музее Ленина Но вы попадете к нам так же С 7 до 10 Что мы с вами увидим В основном здании Для вас будет фаер-шоу Огневое шоу Кроме этого Вы увидите спектакль 4-5-1 По роману Рэя Брэдбери Кроме этого Вы попадете в новый мир Где наши самарские литературы Будут читать вам свои стихи А еще Вы увидите у нас закрытие Торжественное закрытие выставки Из Крыма с любовью Очаровательная Замечательная Яркая Красочная выставка картин Более 200 работ Они последний день У нас будут завтра И это единственный Уникальный шанс Для тех Кто еще не успел их увидеть Они совершенно не похожи На то Что мы привыкли видеть Каждый день И если мы попадем В музей Модерна То мы с вами привыкли У них реализацию Визуальных проектов Сейчас же все будет иначе Звук Текст И в первую очередь Год литературы А поэтому чтение Чтение стихов Даже от художников Оригинальные версии Вариантов озвучки Пускай и картонных Авторов прошлого И в то же время Огромное количество Мастер-классов Конечно Никак иначе Нельзя и пройти Музей Фрунзе Он маленький Он любимый Но в нем Вы увидите Театрализованное представление В первую очередь Вы познакомитесь И с Наполеоном И с Кутузовым И для вас будет спектакль Выполненный нашими волонтерами А еще вы увидите Потрясающую выставку Она об открытках Войны 1812 года В наших коллекциях В нашем музее Хранится замечательный Набор открыток 1912 года Он был приурочен Как раз к столетию Этой Отечественной войны И только там И в этот день Вы увидите Интересную экскурсию И программу Посвященную Как раз этому событию И впервые увидите Эти фондовые вещи Так близко И так рядом Ну и еще одно Обязательно приходите На молодежный квест Молодежный квест В музее Ленина Здесь вас ждет Интересное приключение По старому зданию Где вы получите Оригинальное задание И только при помощи Волшебной экскурсии Сможете на него ответить А вот если вы Отлично справитесь С задачей То вы попадете На замечательную выставку Которая у нас Рассказывает Об игрушках Второй мировой войны Ведь дети и тогда играли И называется она у нас Зайка, мишка и война Вот на нее вы попадете Абсолютно бесплатно Если сможете пройти этот квест С ума сойти Мне захотелось Встать и побежать Сразу же У нас не только весело У нас огромное количество волонтеров У нас столько событий Что есть смысл попробовать Побывать Хотя бы по полчасика Но в каждом здании По чуть-чуть Да, по чуть-чуть Но тогда вы узнаете Есть телефонный звонок Давайте принимать Алло, здравствуйте Как вас зовут? Здравствуйте Дарья Дарья, очень приятно Дарья Сегодняшний досуг Вас уже должен быть определен Если отгадаете верно Пойдете на спектакль Территория страсти Ну так почему же По какому же произведению Поставлен этот спектакль? Это роман Опасные связи Автор Шадарло Делла Клоус Верно Это правильный ответ Отправляйтесь С большим удовольствием Посетите этот сегодняшний спектакль Приходите Забирайте билеты Ну и конечно же Хочется вам, друзья Показать фотографии С прошлых праздников Музей Алабина Проходит удивительное мероприятие Для детей Музей для малышей Это новый проект Проект, который заинтересует Заинтригует И позволит вашему ребенку Также, собственно Погрузиться в музейные ценности День рождения Плеозавра Давайте начнем с него Дмитрий, расскажите, пожалуйста Что за праздник И что вообще такое музей для малышей? День рождения Плеозавра Мы начали проводить Пару лет назад Дело в том, что у нас В музее есть самый огромный экспонат Девятиметровный Наш малыш Малыш Девятиметровый Который появился у нас В 2005 году 19 мая И мы Стараемся Не пропускать такое событие Праздновать его день рождения В этом году Мы проводили в мае И появился шанс Еще у наших посетителей Повторно прийти На этот день рождения В ноябре 28 ноября Состоит он Из различных станций Это не менее Семи станций Вот на фотографии Как раз Видны различные Творческие Мастерские Это дети Вместе со своими Родителями Бабушками Дедушками Могут поучаствовать Себя как В юном палеонтологе Где На каждой станции Определенные Выдаются какие-то Задания Материалы Квесты Всевозможные Викторины Можно пощупать Натуральные Палеонтологические Образцы Определить их По цветным Определителям И В общем-то Когда пройдя Все эти станции Получить в конце Еще и диплом Юного палеонтолога И получить Сувенирные Естественно Какие-то подарки Ну Сейчас не будем Раскрывать Конечно Не надо Я просто скажу Друзья Не пожалейте Восьмой Я поправлю Нашего гостя Дмитрий Восьмого В субботу Состоится день рождения Палеозавра 28 Точно 28 У меня вот есть информация Что 8 ноября Ну ладно Уточним А что же такое Музей для малышей? Музей для малышей Это у нас новая программа Для самых маленьких С 4 до 6 лет Здесь тоже Обязательно дети Участвуют С родителями Это Заинтересует В первую очередь Тех Кто хочет Чтобы дети Приобщались К творчеству Здесь творчество Будет через лепку С пластилином То есть можно Можно освоить Какие-то Азы Экскурсовод Ведущий Проведет В этом году В декабре 5 занятий Разных Сложностей То есть От простых Плоских картинок Из пластилина И заканчивая Предновогодней Тематикой На тему Ёлочки Вот у нас Каждую субботу 21 ноября И далее В декабре Четыре субботы Будут Для самых маленьких Вот такие Интересные Интерактивные Экскурсии Занятия То есть Там можно будет Узнать И о Герое На музейной экспозиции Экскурсовод Расскажет О выборном Объекте И потом Дети будут Лепить По заданию Этого самого Героя И на выходе Получат Как бы вот Маленькое Такое Своё первое Произведение Потому что Я думаю Что не все дети Постоянно Целыми днями Занимаются Пластилином А здесь Есть шанс Прийти к нам В музей И позаниматься Творчеством Вместе с родителями Ну мне кажется Скоро Новый год Дедушке Нужно подарить Подарок Сделанный Своими руками Так Я так понимаю Что здорово У вас каждый раз Каждый месяц Что-то удивительное Проходит Какие-то выставки Какие-то мероприятия Может быть Что-то ещё готовится Конечно Вот сегодня в студии Уже поступал вопрос А что вы делаете На Новый год Мы можем сказать У нас например Будет в основном здании Бал Маскарад 29 декабря Поэтому все желающие Чуть позже узнают Более подробную информацию Когда мы распишем Все события А вот если мы с вами Говорим об этом месяце У нас тоже запуск программы Произошёл буквально Два дня назад У нас теперь Своя квест-история Которая называется Музейный детектив И вы можете узнать Об известных гражданах Живших в конце 19 века в Самаре И выяснить Кто преступник А кто нет Вот как Тоже интересно Ну вот видите Друзья Очень здорово Что планов Громадье у нас Появилось не только сегодня Но и на весь ноябрь Ищите всю информацию На официальных сайтах В источниках Я думаю Что есть чем заняться Не только в выходные Но и в будни Много выставок Много интерактивных мероприятий Я думаю Что сегодня Мы чуть-чуть Открыли для вас Такую вот Большую информацию Всё в ваших руках Не сидите дома Ходите Развивайтесь С детьми С внуками С бабушками Дедушками Мамами Папами Любимыми людьми В общем Дома самое главное Не сидеть Несмотря на погоду Всем хорошего настроения До встречи